В настоящее время в Москве проживают около 1 миллиона 200 тысяч инвалидов. И доступность городской инфраструктуры для них один из приоритетов московских властей. А учитывая, что среди гостей столицы также немало людей с ограниченными возможностями, у нас стал активно развиваться паратуризм. Об организации культурного досуга и создании комфортной среды для инвалидов-туристов наш следующий сюжет. Знаменитые памятники архитектуры, музеи и театры, уютные переулки исторического центра Москвы становятся доступнее для гостей столицы с ограниченными возможностями. Специальные условия для них уже созданы во всех московских аэропортах на реконструированных вокзалах. Высокий уровень комфорта обеспечивают не только отели класса люкс. Все больше трех и четырехзвездочных гостиниц также предлагают специальные номера с расширенными дверными проемами без порожков с приспособленными санузлами. Все предусмотрено для колясочника. Я вот не успела, только подошла к отелю, я вот первое, что заметила, это был пандус. Также внутри все очень удобно. Я думаю, что здесь любой колясочник почувствует себя комфортно. И думаю, будет такое желание вернуться обратно. Дизайнер и общественный деятель из Ингушетии Мадина Ахильгова много путешествует по миру и ей есть с чем сравнивать. Зачастую комфорт складывается из мелочей. Вибрирующее устройство разбудит или оповестит об опасности неслышащего человека. Для гостей на коляске в холле отеля понижена стойка регистрации. Каждый человек, который работает у нас на стойке ресепшн, опять же весь персонал обучается специально для того, чтобы они могли помогать людям с ограниченными возможностями. Вне зависимости от того, что именно, какие у них есть затруднения. После реконструкции преобразились исторические улицы в центре города. По широким ровным тротуарам без бордюров легко передвигаться на коляске. Адаптированные для людей с инвалидностью и экскурсионные автобусы, городской общественный транспорт. Мы говорили с вами и ставили задачу по закупке новых транспортных средств, общественного транспорта города Москвы, который бы также был приспособлен для малобобильных групп населения. И сегодня количество такого транспорта увеличилось почти в два раза. 75% автобусов, троллейбусов, трамваев адаптированы к гражданам с ограниченными возможностями. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем. Заранее спланировать свой маршрут, посмотреть, что сделано на том или ином туристическом объекте для людей с инвалидностью разных категорий, можно на новом специализированном сайте mobidat.ru. Портал интерактивный. Присылать сюда свои комментарии приглашают всех желающих. В правительстве Москвы была утверждена дорожная карта до 2025 года по доступности для людей, имеющих ограничения физической возможности, где в том числе наш сайт утвержден как общегородской сайт мониторинга безбарьерной среды туристических объектов. Визит в Третьяковскую галерею – непременный пункт культурной программы гостей столицы. Подъемники для малобобильных посетителей были установлены здесь уже более 20 лет назад, и в ближайшее время их заменят на современные. А в рамках проекта «Музей, открытый для всех» проходят экскурсии, мастер-классы и праздники для людей с инвалидностью. Инженер из Армении Тигран Арутюнян давно мечтал побывать в Третьяковке. Приятным сюрпризом для слабослышащего посетителя стал аудиогид с сурдопереводом. Мы делаем специальные программы аудио для людей слабослышащих, которые сопровождаются специальными комментариями, субпереводчиками. Занимаемся не только людьми с ограниченными возможностями физическими, мы занимаемся людьми и с ментальными нарушениями, и с нарушениями зрения, и слуха. Ну то есть мы стараемся... Зрители с инвалидностью ждут и во многих московских театрах. Подъемник в холле, обслуживание в буфете, лифт и специально предусмотренные места в портере – залог приятно проведенного вечера для театрала. Работа по адаптации города для инвалидов – неблаготворительность. В современном мире люди с ограниченными возможностями становятся равноправными участниками туристической индустрии, клиентами, на которых ориентируется бизнес в сфере услуг и сервиса. Это планомерная работа, это принципиальные позиции властей, которые реализуются. Ну правильно говорят, чем больше делаешь, тем больше становится ясность, сколько еще нужно сделать. Поэтому в этой ситуации у нас огромнейшая перспективная задача, которая в планы выстроена. Мы ее будем реализовывать. Но уже сейчас Москва становится столицей европейской, одной из самых приспособленной для жизни, деятельности, отдыха. Антон Степлов, Николай Ефимов, Геннадий Кузнецов, ТВ-центр. Продолжение следует...